Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже в магазине появился новый набор, в котором лежит Шкода Т27 и ЦС-52 Лиз. Обсудим сейчас данный набор, выкатим Шкоду из ангара, ну и по привычкам, когда в набор входит 2 машины или 3 машины, я выпускаю несколько видео, потому что кому-то интересна одна тачка, ну а кому-то вторая. Поэтому на ЦС-52 Лиз ждите видео буквально через полчаса-час, ну а про Шкоду обсудим всё прямо сейчас. Ну а перед тем, как это сделаем, я хочу поблагодарить спонсоров данного видеоролика. Это новый канал Vine City, город Майнкрафта. Вы знаете, когда я посетил их канал и увидел, что у них мало подписчиков, мне стало грустно. Почему? Потому что видео у них действительно качественные, они интересные, и после просмотра нескольких видеороликов меня самого потянуло поиграть в Майнкрафт. Никогда в него не играл, но чувствую, что в ближайшее время открою либо дополнительную рублику, либо даже отдельный канал. Ну а пока, друзья, всех любителей Майнкрафта и тех, кто хочет отвлечься и познать мир Майнкрафта по-новому, предлагаю присоединиться к данному каналу, присоединиться к их серверу и развивать их город вместе с ними. Присоединяйтесь к ним, ссылочки на их видео и на их канал я обязательно добавлю в описании. Танюш, привет тебе огромный и развитие тебе твоего начинания. Ну и продолжаем обсуждение нашего набора. 8,5 тысяч за восьмерку и плюс к тому еще и вам семерку туда вполне себе годную положили. Да, к тому же есть два легендарных внешних вида на каждую из этих машин, есть X5 в количестве 20 штук на каждую из этих тачек. Открытое все оборудование позволит сэкономить по моим подсчетам где-то в районе 3,5 миллионов серебра. Тоже, кстати, довольно-таки немало. Что касается аватара, ценности в нем не вижу абсолютно никакой, поэтому его в учет не берут. Считаю, что за 8,5 тысяч данный набор очень даже годный, потому что вы получаете две премиумных тачки, на которых сможете фармить себе серебро. Ну а сама Шкода Т27 в плюс-минус умелых руках дает неплохие результаты, как бы там про нее не рассказывали, что она не сильно годная. Так или иначе, я еще в описании к данному видео добавлю отдельно честный обзор на Шкоду Т27, ну и сразу закину на ЦСочку. Заходите, посмотрите, будет дополнительная информация, которая поможет вам принять взвешенное решение в отношении, стоит того покупать наборчик или не стоит оно того. В общем, здесь решать вам, мое дело показать машины такими, какие они есть на самом деле. Что касается Шкоды Т27, здесь очень интересный барабан на три снаряда, которые выплевываются из орудия буквально через каждые полторы секунды. Это очень круто, это очень скорострельный барабан, которому, в принципе, равных в игре, я бы сказал, нет. В отношении того, чтобы выкинуть в кого-то три раза по 220, а суммарно это 660 единиц альфы с одного барабана, но я думаю, мало таких товарищей найдется уж точно на восьмом уровне. Что касается времени перезарядки магазина, да, долговатая, но в целом терпимая, 16 секунд. Вам просто есть необходимость в это время переехать куда-нибудь на другую позицию, ну и подождать, пока барабан перезарядится. Как правило, пока передвигаетесь по карте, барабан перезаряжается и это не доставляет какого-то существенного дискомфорта. Главное на Шкоде Т27 не стоять упрямо на одном месте. Что касается ДПМа, 2000 для такого барабана вполне нормальная аргументированная цифра. Также стоит отметить, что орудие обладает очень хорошей точностью. Есть классное время сведения 2,9, неполные 3 секунды с учетом установленного оборудования, 2 слота именно на улучшение сведения. Ну и, соответственно, ребят, разброс орудия у нас 0,3. Я считаю, что для, опять-таки, барабанного орудия это очень даже-таки неплохо. Что касается по пробитию, то здесь 194 пробития базовым снарядом и 237 на голдовых. Вы можете поставить себе калиброванные снаряды, но тогда вы потеряете в скорости перезарядки барабана и мне, допустим, комфортнее играть на вентиле. Я экономлю, пускай, не полные полсекунды, но все-таки для меня это ощутимо. Я не претендую на звание самого главного эксперта в танках и считаю, что оборудование не может быть установлено правильно или неправильно. Оно может быть установлено комфортно для вас или дискомфортно для вас. Ставьте оборудование так, как нравится вам и никого не слушайте. Ну что, друзья, берем Шкоду и погнали в бой. Ну что ж, друзья, поехали. Это не обзор танка, это просто тест его в рандоме для того, чтобы вы понимали, на что машина способна. Я не буду обсуждать вопросы бронирования подробно, хотя отмечу заранее. Машина не забронирована, я бы сказал, абсолютно. Несмотря на то, что это средний танк, забронирован он больше как легкий. Поэтому играть необходимо осторожно, ну и помнить о том, что вас в любой момент могут пробить. Что касается комфорта игры. Здесь вполне себе приемлемый показатель по уровню склонения орудия. Как вы видите, скорострельность орудия очень классная. Вам нет необходимости долго ожидать времени перезарядки внутри барабана. Единственное, что после того, как вы этот барабан реализовали, вам необходимо откатиться назад. Желательно это делать где-нибудь на горке. Там, где с горочки назад спуститься будет быстрее, нежели на какой-нибудь ровной площадке. Ну и когда вы готовы к дальнейшему бою, просто продолжить свое триумфальное шествие с расстрелом ваших соперников. Если вдруг у вас остается один снаряд в магазине, то помните о том, что у вас 220 единиц альфы на базовом снаряде. Поэтому имеет смысл сразу кинуть барабан на полную перезарядку и поехать куда-нибудь на другую позицию, как я говорил. Для того, чтобы, во-первых, не тратить время просто на простой. Ну а во-вторых, для того, чтобы вас там уже не искали, откуда вы отстреливали. Ну а когда вы уже перезарядились, то смело в бой. Помните о том, что у вас 660 единиц среднего урона есть в барабане с собой. Ну и, соответственно, ищите тех соперников, на которых вы это можете реализовать. Ну вот, допустим, Т-23Е3 для меня сейчас является шотной машиной. Мне главное успеть в него откинуть три снаряда и, в принципе, отправлю товарища отдыхать. Нет, буду гнаться за ним, для того, чтобы последний свой снаряд реализовать все-таки в него и таким образом приблизить нашу победу. Ну и, соответственно, попытаться таким образом быть максимально результативным. Минусование стволов в нашей игре, я бы сказал, очень-очень важно. Помните об этом всегда и пытайтесь реализовывать свой, в данном случае, барабан в того, в кого стоит. Сейчас подождем, пока наша рушечка продвинется немножко вперед. Вот, глядишь, подсветит Тяжа и тогда мы сможем и рушечке помочь, и Тяжу помочь отправиться отдыхать. Я, к сожалению, остался шотным. Жадность меня слегонца погубила. Я очень сильно пошел в размен. К сожалению, не ожидал получить в бортинку. Ну а вот теперь, я думаю, что этот товарищ должен был отправиться в ангар. Но 11 единиц ХП, подкрученных игрой, его все-таки спасли. Так или иначе, давайте будем заценивать. Как видите, пробили нижний бронелист, пробили бортину абсолютно спокойно. Здесь вопросов нет. Но свое дело в бою я сделал. Я сделал один фраг. Какого-никакого урона набросал. Ну и думаю, что итоги боя, в принципе, предрешены. У нас 930 очков по захвату. Ну и, соответственно, пятеро на двое, ну уж точно, перевес в нашу пользу. Ну и, как вы видите, на нашем счету победа. Считаю ли я Шкоду Т27 имбой? Ну такое себе. Нет, безусловно, не имба, но в то же время машина очень комфортная, очень интересная. И она однозначно подойдет ребятам, которые любят динамичные бои. Те ребята, которые любят постоять в кустах, ППТ-шить, поездить на тяжелых танках, имея хорошее бронирование и, скажем так, легко реализуемую живучесть, данная машина навряд ли подойдет. За вот этот пустяковый бой мы смогли набросать 2000 урона, сделать один фраг, получить победу. И я больше чем уверен, что нам не будет стыдно из-за результаты по настрелу. Что касается доходности машины. Машина фармит вполне себе нормально. Я не могу сказать, что это прям мега какой-то фарминг. Но в пределах разумного. Без учета прем-аккаунта 29,5 тысяч. С учетом прем-аккаунта 51 тысяча серебром. Что я лично считаю по результатам боя вполне себе достойным показателем доходности. Что касается нашей результативности в команде по урону, то это второе место. Я считаю, что довольно неплохо. Безусловно, если бы я там немножко не налажал и не пошел в размен не в свою пользу, не пытаясь добрать Т23-го, то, скорее всего, я бы был на первом месте в команде по урону. Да и, честно говоря, реализовав 3-4 барабана за бой, вы практически железобетонно выгрызаете себе первое место в команде. Ну, а ниже второго вы уж точно не опуститесь. Короче говоря, мой вердикт. Машина неплохая, особенно с учетом того, что можно ее взять за 8,5 тысяч. Плюс к тому, получив еще одну премиумную машину, пускай даже с 7 уровня. Но машина тоже довольно интересная. Что касается голых ценников. 6,5 тысяч для Шкоды, я считаю, вполне нормальная цена. Это восьмерка, которая вполне играбельная и вполне результативная. Что касается CS52 Лист, то обсудим в следующем видео. Я побежал его снимать. Ну, а вы, друзья мои, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно пишите свои комментарии. Мне приятно их читать. Ну, а плюс к тому, загляните к Танюше на ее канал, посмотрите, чем они там в Майнкрафте занимаются. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok